Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Перед нами готовый расклад для людей знака весы в отношениях с противоположным полом на 2021 год. Ну, это любимые жены, супруги и так далее, да? Дружья. И вот, позиции самих весов. Десятый большой аркан, ну, это фортуна с испытанием и с наградой, с большой наградой. Причем у их вторых половинок получается 21-й большой аркан. Это вот гармоничная слитность с миром. Вот такое вот толкование можно дать этой карте. А в центре лежит 22-й большой аркан. Он называется шут или дурак, но на самом-то деле это позиция ученика, это учеба, да? У мира, по большей части. И вот эти силы, они являются основными для весов в 2021 году в отношениях. Поддерживают ли высшие силы эти отношения? Да, несомненно, потому что в этой позиции лежит восьмерка мечей. Позитивная такая карта. В состоянии на сейчас у весов восьмерка жезлов. Это говорит о том, что, ну, какой-то негативный опыт именно в плане удачи происходит. Это будет в начале года. Так, у их партнеров полный ноль в деньгах в начале года, да? К концу года у весов будут серьезные проблемы с деньгами. Возможно, им придется брать в долг, либо оформлять кредит на решение каких-то вопросов. У их партнеров к концу года вот туз чаш, это вот фееричность чувств, чувства разгорятся с большой силой. И вот позиция фундамента. И раз эта карта выпала, это туз пентаклей. Туз пентаклей делает расклад удачным. В любом случае, даже если с этой кучей негативных карт. То есть, высшие силы помогут весам эти отношения сохранить. Вот что мы можем сказать. От этого фундамента в сторону весов идет король чаш. Это вот максимальные возможные чувства, да? То есть, их партнер их любит. Вот что можно сказать. От фундамента в сторону партнеров идет туз жезлов. Это говорит о том, что вот им будет вести по максимуму. Да, в начале года денег полный ноль. Но зато великолепные возможности. Решат или нет, это, конечно, другой вопрос. И вот тут, да? Самостоятельные ли они во взаимоотношениях? Ну, весы однозначно самостоятельные. Здесь тройка жезлов. Достаточно слабая карта. А у их партнеров пятерка жезлов. Это хаос. Хаос означает, что вот, ну, в принципе, в начале года вот проблемы с деньгами, конечно, вызовут вот неразбериху чувств хаос, да? Тем не менее, долгосрочные ли взаимоотношения? Здесь пятерка мячей. Ну, она как бы сказать, вот, если было бы меньше, то им бы, наверное, пришлось бы в этом году расстаться. Но, так как лежит пятерка, этот год они еще сохранят отношения. Но хотя, хотя, да, вот карты достаточно такие хорошие. Что в хвостах у весов? Здесь туз мячей. Карта неоднозначная. Это может быть успеха в делах. Или у них будет связь на стороне. К чему весы достаточно склонны, да? Они достаточно такой неустойчивый в этом плане народ. И там может возникнуть, скажем так, вот, скажем так, беременность может появиться у связи на стороне. Вот, вот, такая серьезная опасность для отношений. И у их партнеров в хвостах лежит четверка мячей. Это говорит о том, что они, вот, им нужно будет уделить какое-то внимание семья. Ну, семья имеется в виду родители и братья-сестры. И племянники-племянницы, да? Вот такие вот. И, скорее всего, из-за этого, вот, как бы, вот, весы почувствуют некую обделенность. И это их потолкнет к связи на стороне. Вот такая вот вероятность есть. В раскладе четыре туза. Это говорит о том, что, ну да, испытание достаточно серьезное именно для весов. Потому что у весов лежит десятка, десятый большой аркан. Четыре туза. Серьезное испытание. Да, именно поэтому здесь лежит 22-й большой аркан. Им надо учиться совладать с собой. Вот такие вот рекомендации весам по отношениям в 2021 году. Дополнительная информация. Четверка жезлов. Ну, да. Удача идет авансом. И получается, как и дополнительная информация еще одна. Семнадцатый большой аркан. Это забота будней, погруженность в бытовые какие-то ситуации, цикличные какие-то заботы. И вот сюда надо направить внимание весам. Тогда они могут выдержать испытание. Если они выдержат, испытание будет награда велика. Если нет, ну, вот эта карта, она показывает ту ситуацию. Если они поддадутся соблазнам, то реально могут много потерять именно в материальном плане. Ну, денег и деньгах сильно проиграют. Ну, партнеры могут отсудить значительную часть их имущества, скажем так. Вот такая вот ситуация у весов в отношениях на 2021 год. Ну, что делать? А кому сейчас легко, да? И на этой, ну, скажем так, никуда от этого не денешься. На этом вот до свидания.